Я же не знала, что 200 тысяч стоят такие унитазы. Душ взяла, тоже какой-то немецкий, хороший. Раковинка вот такая маленькая. Закрываем глазки. Всем доброе утро, мои хорошие. Начинаем новое видео. И сегодня у нас будет видео про инсталляцию в туалете. Я только проснулась, и ребята должны уже скоро приехать. Это все стоит у нас в инсталляции с унитазом, с крышкой, с кнопкой совсем на свете. Это плитка, которая лежала у нас. Здесь две с половиной пачки, и вот еще третья. Я думаю, должно все хватить. Сейчас немножко прибрала здесь. Оставила пока кошачий туалет и мусорное ведро. Ну, и в туалет. Я вообще не представляю, как мы будем в туалет сейчас ходить, пока они будут все это делать. Я надеюсь, что будет недолго. Тряпки, видите, лежат. Это у меня протекает. Я выяснила, что у меня протекает. Я думала, унитаз, может, где-то треснул. На самом деле у нас не закреплен туалет, как видите. Дернуло, понимаете? Вот откуда все там и уходило. И вонь еще была здесь. Сейчас поправлю. В общем, плохо все было закреплено, и он был не закреплен, потому что это временный вариант. Мы его и не крепили. И я в ближайшее время планировала делать инсталляцию. Но, наконец-таки, я до нее добралась. Многие говорили, что лучше сразу сделать, а то потом будет что-то поважнее. Но для меня важно здесь, потому что у нас не туалет, а срач. Все валяется, никаких полок, ничего нет. Оттуда, блин, ремонт делают у нас, походу, наверху. У меня просто сыпется просто пылюка. Вы видите, грязюка какая-то. Так это я еще убрала. Заклеила. Оно там не заклеится, потому что там провода. Короче, уже хочется скорее сделать. В общем, я докупила плитки. Вот этой. Это из Леруа плиточка у меня. Сделают они мне инсталляцию на каком-то уровне, на котором я скажу. И здесь будет полочка что-то лежать. А сверху все пойдет плиткой для начала. Потому что я думаю, что мне придется делать шкафчик такой сюда на заказ. Единственное, я еще не знаю с вентиляцией. Наверное, под вентиляцией будет шкаф этот начинаться. Не знаю, что они скажут. Потом я собираюсь под инсталляцию еще вывести провод для душа отдельного. Ну, как биде, чтобы было. Ну, просто шланг такой. И вот где-то здесь я планирую делать раковинку. Но дело в том, что у нас вот здесь напрямую просто выходят трубы от воды. И мне интересно, если мне хочется сделать здесь, в уголочке. Мне как это все дело протягивать? Или долбить здесь что-то? Или что? Или мне делать такой большой ящик, который я не хотела? Как мне это, короче, все скрыть дело? Вот. Еще у нас нет дополнительных каких-то там гофра. То все. Я говорю, мам. Мама говорит, мама переживает. Давай я куплю, говорит, если что-то нужно. Я говорю, да, по-моему, там гофра не нужна. Там, по-моему, в стену вмонтируется все. Короче, мы инсталляцию первый раз делаем. Так, ну что, мои крошки, пришел мастер, посмотрел все. У него как раз ребенок родился вчера вечером. Так что он все посмотрел, сказал, что надо докупить. Часть докуплю я. То, что мне надо искать, там, раковину искать, лючок поискать. Вот. А он уже все такие моменты, которые нужно докупить технически, он докупит. Короче, по списку. И завтра он уже придет. Но мы договорились на завтра. Он говорит, если все купите, вечером созвон. Вот. Так что сегодня маму отпускаю. Она сейчас едет. И мы выезжаем тоже. Будем сейчас искать раковину маленькую. Лючок будем искать. Потом гипсокартон. Кусочек нужно добрать нам. И что-то еще надо было взять. А, и решили сделать все-таки этот, как его называют, шланг такой, знаете, как вот душ, короче. Гигиенический душ, да, рядом. Так, ну что, мои хорошие, все купили. Купили лючок алюминиевый. Он такой дорогой. И, короче, завтра вам все покажу, потому что я ничего не подняла наверх. Купили классную раковину. Вот такую, как я и хотела. И еще есть смеситель на нее такой же, как в ванне. Ну, из той же серии. Вот, только для туалета. Тумбочка обалденная такая. Все подвесное. Я еще присмотрела себе шкафчики подвесные, которые буду брать две штуки в ванну. Все подвесное, чтобы, знаете, когда моешь полы, вот это самое важное, прям ничего не нужно было поднимать. Максимум ведро мусорное. И то бы я его тоже подвесным бы сделала. Кстати, надо узнать про мусорные подвесные ведра. Вот, чтобы прям захотел помыть полы, взял коврик, только снял, помыл полы и постелил. Все. Чтобы ничего не обходить, не двигать. И душ взяла, тоже какой-то немецкий, хороший. Там он набор стоит 7900. 7900, по-моему, стоит. Вот, но я взяла его отдельно. Набор стоит 7900, но мы набрали его отдельно. Всю ту же фирму взяли, все составляющие. И получилось там, ну, блин, дешевле, все рублей на 700, наверное. Итак, девочки, день первый. Нас не было целый день. Вот мы пришли. И что я здесь вижу? Нам установили туалетик пока, но он еще так не очень прочно закреплен. Сказали аккуратно ходить в туалет. Кнопки, видите, еще не поставили. Здесь уже гипсокартоном чутка подзашили. Вот там у нас будет лючок. И мы будем добираться там к коммуникациям всяким разным. Слушайте, смотрите, сколько места здесь. Надо было бы еще вот такой лючок. Да, полочки здесь какие-то поставить. Вот тут места сколько много. Но на самом деле вот этот лючок один стоит, девочки, 4 800, алюминиевый. 30 на 50 размер. Вы представляете, цены какие сумасшедшие просто. Так, ну вот он здесь будет плиточкой там весь красиво сделанный. Так, ну и все. Здесь у меня будут всякие там масла стоять, ароматы. А здесь будет наверху полка. Но я буду ее потом делать под заказ, посмотрим уже. Здесь будет у меня раковинка. Но мне уже нравится. Мне уже вот нравится. Здесь будет раковинка маленькая. Раковину сейчас покажу. А, ну я ее сложила. Короче, такая раковина. А где сама раковина, мам? Мы убрали на балкон, чтобы она здесь еще... Раковинка вот такая маленькая. Вот. Она как раз идет здесь 20 сантиметров, по-моему. Прям 20, по-моему, впритык, как и мне. У меня 20 впритык там стоит. И вот такая тумба идет, очень классная. Потом посмотрите в конце. Заказала. Так, а что это? А, это у нас для гигиенического душа. Душ гигиенический, кстати, он в Леруа стоил где-то 7800 или 7900, если брать комплектом. А если брать все то же самое, той же фирме, но по раздельности, то есть раздельно вот эту вот штучку. Там раздельно, там еще какую-то штучку. Отдельно шланг. Я, кстати, взяла, по-моему, даже длиннее, чем в комплекте шел. Получается, чутка дешевле. Я уже, может быть, говорила об этом. Вот. Короче. Вот. Жду-не дождусь, когда все поставят, и вы уже увидите всю красоту воочию. А, я хотела сказать, что в ХДМе 9100 стоит вот такая вот раковина маленькая вместе с тумбочкой. 9100. Я ее присмотрела, она мне понравилась. Потом я поехала на рынок к своим людям, где брала много что у них, и купила со скидкой хорошие. Такую же у них раковину с тумбочкой. Точно такую же, из того же каталога, только подешевле. В общем, завтра ребята придут, завтра выходной день, всеобщий такой, да? Ну, они придут работать. Вот. И... Ну, я думаю, завтра они еще не закончат. Это даже дело ни одного дня. Так. Ну, а также, наконец-таки, смотрите, нам заделали эти дыры, которые были. Вот оно все подсыхать будет там пару дней. И, слушай, они так ровно сделали, что, мне кажется, только покрасить сверху, и все. Не нужно даже, мне кажется, шпаклевать. Ты как думаешь? Ну, он его аккуратно, он делал долго. Во-первых, здесь толстый слой, там, говорит, 5 сантиметров где-то. Он там раз намазал, но там ждал, пока высох. Потом какой-то еще слой. Ну, прям вообще ровненько-ровненько. Несколько слоев. Потом, да, он выравнивался. Ну, как бы уже последний. А, ну, вот что я смотрела. Это высотон. А я думала, что вот эта штучка, она вот здесь. Я думала, вот так обрезали линолеум. Нет, получается, он просто выровнял ее ровно. Ой, ну, класс. Теперь у нас ничего не дуть не будет. Наконец-таки я буду снимать, и у меня нормально будет. Вообще, я хочу вот это покрасить в белый. Есть по металлу специальная краска. Я думаю покрасить в белый. Ну, я еще так, немножко с сомнениями, может, оставлю. Ну, просто у меня все такое беленькое и коричневое. Вот эта штука. Я еще думаю, как ее можно задекорировать. Интересненько. В общем, я счастливо. Ждем завтрашнего дня. Уже жду не дождусь, когда все сделают. Так, день второй, девочки и мальчики. Смотрите, что бывает, когда вы сразу не продумали, где что у вас стоит. Я вообще думала, что у меня здесь будет тумбочка или что. Я не знаю, короче, о чем я думала. Я ничего не думала, просто попросила, чтобы вот выходы эти мне как бы закрыли и все. Думала, что может быть здесь будет тумбочка. Но сейчас я взяла тумбочку, я хочу, чтобы она была здесь, в углу. А это значит, сюда нужно переносить все трубы. А там, ну, как бы мало выхода для них осталось. В общем, это все именно потому, что я не знала план своего туалета, где что будет у меня стоять. Вот сейчас ребята долбят все, что они делали до этого. Вот, и пытаемся как бы сделать развязку и гигиенический душ тоже на эту стену повесить, чтобы было бы удобно сидя его брать. Не сзади его брать, а отсюда брать. В общем, смотрим, что сейчас возможно придумать, чтобы просто это не торчало, а было под плиточкой все красиво, аккуратно спрятано. Так что вот. Ой, девочки и мальчики, в общем-то, вот уже сколько мы всего разбили. Все потому, что у меня здесь даже не предусмотрено, ничего не было для гигиенического душа. А почему? Потому что я думала, что я буду брать туалет, чтобы там все было встроено, понимаете? Но я же не знала, что 200 тысяч стоят такие унитазы. Поэтому вот, что происходит сейчас. Мы с Даникой собираемся уходить, потом приду, покажу, на чем остановились. Вот, ну все, наконец-то разводку сделали. Вот тут справа будет подушек вот этот вот. И, в общем, вот таким вот образом все это сделали. Все, теперь будут замазать и всю красоту наводить. Так, ну что, мои хорошие, мама подсняла меня, пока не было дома. Вы видели развилку здесь, да, то, что они нахимичили. И, в конце концов, все идеально, понимаете? Ляжет под плиточку, и все будет супер-пупер. Но единственное, что пришлось ему раздолбить, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь плиток. И я вот не уверена, хватит ли нам плиток всех. Надо посчитать, кстати. Вот, и теперь у меня вот здесь в уголочке будет раковинка аккуратненько. А вот здесь, на этой стене, чтобы удобно было от туалета, прям правой ручкой, будет, ну, краник, да, и здесь будет подвешен вот этот гигиенический душ. Все остальное будет под плиточкой. Все прекрасно. Сейчас ребята уехали, и завтра выходной. Потом из роддома жену выписывают. Вот, поэтому два-три дня у нас будет пока все в таком состоянии. Вот. И потом только все доделают уже. Ну, еще два дня, два денька осталось. Вот, но два денька работы, но придут где-то через два-три дня. Так что в ожидании чуда. Ну что, мои хорошие, день через день, день через два, пришли рабочие сегодня. Я думала, они еще один день будут гулять, так как, сами понимаете, повод, да, ребенок родился. Но они на следующий день уже пришли работать. И с чем мы столкнулись, кстати? Они сейчас пошли за клеем, потому что клей у меня один просрочился, представляете? Один, о, они, кстати, вынесли его. Вот, молодцы. Пакет здесь был, который залит был водой. Они говорят, что он все кусками взялся и уже выкидывать. Они его взяли. Классно. Они просто тяжелые эти штуки. Я не смогла сама пойти и взять. Вот, с меня только плитка. Пока они будут этой заниматься, плиткой, я поеду в Леруа и возьму еще нужно одну плитку, потому что вот эти куски не подходят. Потому что они, ну, по-другому обрезаны. Мне нужна вот так ширина они будут делать, да. А здесь оно вот так обрезано. Короче, мне нужна еще одна пачка плитки. И еще какой казус. Имейте в виду, девчонки, если кто-то будет вот так, как я делаю, да, и мальчишки. Или еще что-то. Разные партии, разные цвета плиток. Представляете, вот та, которая была у меня плитка, она там одного оттенка. А вот эта новая, немного другого оттенка. Ну, это более там тепленькое, а это, например, более холодное. Поэтому очень важно, чтобы с одной партией было. И хорошо, что у меня осталась старая плитка, у меня две с половиной пачки. Видите, мы же здесь раздробляли все, да. Соответственно, сюда, если делать новую партию, будет просто, ну, он говорит, пятнисто, прям некрасиво, да. Вот, поэтому сюда хорошо мы сделаем старую. А новую, ну, я говорю, давайте помиксуем как-то, например, одну часть мы сделаем на низ, да, а другую наверх. Тут как бы, знаешь, ну, выступ, да, а там как бы вогнутое, и может быть, типа там, светопреломление там, да, и незаметно будет. Посмотрим. Ну, они не сильно отличаются, но, тем не менее, как бы отличаются. Поэтому такой момент. Вот. Сейчас они поехали на рынок, я жду маму, и вот, и мы поедем в Лирку. Все облицевали плиточкой, вот, будет у нас все сохнуть сегодняшний вечер, и вот, либо они завтра утром придут, либо послезавтра придут, мы еще вот не решили до конца. Туалет нам без бачка поставили, вот так, на подножке, ну, чтобы мы нормально в туалет ходили, да, и смывать нам тазиком, конечно, придется, вот, пока вот так вот временно. Но уже красиво все, как бы, уже мне нравится, уже как-то на человеческое все похоже. Вот, в общем, на сегодня вот так. Следующий день, когда они уже придут, они должны уже все завершить, все закончить, поставить нам вытяжку туда, туда я сеточку надо купить, кстати, да, сеточку надо купить еще туда, вот, сразу. Сейчас поеду за этим, за шлангом, у нас низко висит все это дело, и шланг, хочу силиконовый, может, какой-то, или, ну, не знаю, короче, шланг другой, у меня полтора метра, это слишком много. Вот, ну, и раковину поставить вот здесь вот. Короче, такая красота. Ну что, мои хорошие, закрываем глазки, идем, 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 тадам! А что это я крышку не опустила? Секундочку. Она у нас еще медленно, медленно опускается. В общем, туалетик готов, посмотрите, какая прелесть, полный минимализм. Ну, тут еще кошачьего не стоит туалета, сейчас я его поставлю. В итоге просто хотела показать вот в идеале, как все выглядит, когда вот ничего лишнего нет. Так, о чем, с чего мы начнем? Поставили, наконец-таки, вентиляцию, единственное, что ее не подключили, это она работает сейчас от собственного какого-то там воздуха, да. Это надо электриком не вызывать, там много проводов, потому что еще оттуда, короче, оттуда выходят еще провода на шкафчик, если он будет здесь с подсветкой внизу, вот здесь. Я так вот, ну, думала, почему бы нет. И закрыла, наконец-таки, вот здесь тоже у меня такая сквозная ванну и сюда. Полочка будет у меня вот здесь наверху, я планирую, скорее всего, ее придется делать на заказ, если делать впритык, да. Ну, будет вот где-то отступлено отсюда вот так, да. И вот, ну, вот, может быть, высоты вот такой она будет чуть повыше, короче, до вытяжки. Вот, ну, там будет храниться туалетная бумага, какие-то освежители воздуха, там, не знаю, салфетки, там, полотенчики, может, какие-то, что-то такое, да. Далее, если говорить о самой конструкции инсталляции, вот здесь у меня идет лючок. Его тут надо силу применять, короче, я его в конце открою, потому что я могу сейчас его, это, открыть и потом долго закрывать. Здесь находится лючок для того, чтобы перекрывать лично здесь воду. Но вообще у нас в коридоре перекрывается вода еще. А для того, чтобы перекрыть воду, например, в бачке, это у нас идет через кнопку. Вообще, через кнопку, вот если ее снять, да, там, как бы, пространство, и через нее происходит вся починка, поломок каких-то и так далее, устранение неполадок. Все через эту кнопку, потому что я, например, сама думала, а как инсталляция, она вот там бетонируется вся, да, плиткой закладывается, и как потом, если что-то случится, как-то урегулировать все это. Это все через кнопку проходит. Ну и там же, если снять кнопку, перекрывается вода в бачок, если вдруг что. Вот, инсталляция у меня самая простая. Кстати, я увидела в Leroy Merlin, ну, практически то же самое, только кнопка там не белая в комплекте, а серебристая. И стоила вот с серебристой кнопкой 9 тысяч весь комплект. Я взяла за 10, у меня белая кнопка шла в комплекте. Все очень, на самом деле, просто. Я хотела белую кнопку, а не серебристую. Я хотела, чтобы у меня с микролифтом был, да, вот так вот, была крышка. Я, конечно, хотела немного квадратный дизайн. Еще я хотела, чтобы там же в туалете был вот такой вот душик, да. Ну, не такой, да, там что-то струей бьет. Ну, короче, там цены сумасшедшие были, поэтому я решила взять просто какой-то самый бюджетный, да. И реально вот вся конструкция, это 10 тысяч мне стоило, ну, самого туалета, да. А сколько мне обошлось вот это все доделать, я тоже вам скажу попозже чуть-чуть. Так, в принципе, меня все здесь устраивает. Отлично, что, почему я хотела инсталляцию? Потому что я хочу мыть полы. Вот, знаете, убрал коврик, убрал ведерко туалетное, да, и все, и просто помыл полы. И у меня даже вот здесь вот, даже вот здесь вот тумбочка под раковиной, она тоже навесна. Я специально брала для того, чтобы ничего не нужно было поднимать и просто все чистенько мыть. Все, меня устраивает, все супер-пуперски. Здесь у меня будет стоять, ну, например, свежитель воздуха, будет стоять, может быть, салфетки какие-то красивые, если в красивой коробочке найду. И еще я хочу поставить тут такую баночку, может быть, свечи какие-то будут стоять. Не знаю, зачем свечи в туалете, но просто, не знаю, короче, что-то красивенькое хочется сделать здесь, не знаю, что. Пока еще не знаю, будут идеи, присылайте мне, что может здесь красиво стоять. Потому что, мне кажется, это для красивых каких-то вещей. Далее, в Леруа Мерлен я купила вот такую штуку. Я давно хотела, чтобы у меня вот этот ёршик, он еще ни разу не использован, не переживайте, я вам не показываю близко использованный ёршик. Я хотела, чтобы он был тоже подвесной, потому что часто, когда ты моешь, постоянно вот этот ёршик брать руками, меня бесило вечно. И я давно хотела именно подвесной ёршик. Вот, я взяла его, видите, чтобы он подходил вот так по стилю, да. Очень мне понравился, стоит он где-то 750 рублей. Единственная вот эта вещица, она здесь у меня приклеена на клей универсальный, такой контактный. Клей-контакт называется, да. Потому что в комплекте здесь входило там, ну, открываешь пленочку, да, и как бы клеишь. Я ее приклеила, буквально там через 3 минуты она у меня упала. Я поняла, что это вообще, короче, присоска такая голимая. Поэтому я просто на клей посадила, и все, все это дело снимается, моется. Вот эта штучка тоже откручивается, и можно как бы только вот эту штуку оставить, все остальное снять и помыть. Дальше у нас гигиенический душ. Я хотела себе гигиенический душ, вообще это очень удобно, когда кто-то купается, ты там быстро помылся, да, и пошел спать, к примеру, да. Ну и вообще, как бы, ребенку сполоснуть и так далее, все супер-пупер. Единственный момент, у меня здесь была сложность, как вы видели, да, с разводкой, со всеми делами, мы все здесь вот штробили. Поэтому у меня так, ну, как бы, он так и должен низко висеть, с одной стороны, да. Но еще другой момент, что, короче, на этом уровне. У меня можно было сделать только на этом уровне и не выше, потому что неудобно было разводить трубы. Поэтому у меня висит все на этом уровне, вот, плюс, в принципе, этот уровень удобный. Но единственный момент, я вообще купила изначально полтора метра вот этот вот шнур, меняла в Леруа Мерлен, с горем пополам мне его поменяли, потому что он был у меня без этикетки. Вот, и я взяла метр, который растягивается до метр двадцать, но даже он, я смотрю, немного большеватый, вот. И по-хорошему сюда бы взять прям, знаете, 0,8, но в Леруа нет 0,8, в Леруа есть 0,6. Мама говорит, что 0,6, наверное, будет маловато, но 0,6 будет как раз-таки, ну, вот, висеть вот так вот, вот так где-то. Ну, вообще, было бы шикарно. Это один момент. Взяли один из, ну, прикольных душ, и мне понравилась вот эта вот ручка, все дела. Вот с этим вот тоже выключателем, видите, он у меня немного вверх ногами. Короче, здесь тоже из-за того, что подведение труб, я об этом раньше не подумала, поэтому здесь немножко сложности у меня были с тем, чтобы их подвести. Здесь вообще ребята говорили изначально, что душ, ну, просто для него никак. То есть они там, я не знаю, как-то вывернулись, чтобы просто здесь вывести эти трубы для душа. Поэтому есть свои нюансы, и вот такой вот перевёрнутый он получился. То есть его можно было бы сделать вот так, но он работал наоборот. Если ты открываешь, как бы, да, то вода перестаёт идти, а если ты как бы закрываешь, то вода как бы идёт. Ну, в общем, сложно. И мы его перевернули для того, чтобы, ну, было всё как было. То есть открывать, закрывать. Единственное, что тут тогда поменялись местами, горячая с холодной. То есть когда я горячую открываю, холодная идёт, когда холодная, горячая. Ну, короче, в общем, получилось как получилось. Главное, что она смотрится неплохо, и в принципе всё удобно. То есть не нужно как-то там лезть и выкручиваться. Но главное, что есть, и я этому уже безумно рада. Дальше. Здесь у меня мойка, которую я тоже очень хотела. Это помыть ручки всегда, что-то в туалете ты делаешь, моешь, убираешь там. И всегда там помыть руки, это хорошо. Поэтому я всегда хотела, чтобы у меня в туалете была вот такая раковинка. И эта раковинка у меня вот с такой вот полочкой. Здесь вот что-то может стоять тоже, может какие-то тряпочки лежат, там, не знаю, прокладки, туалетная бумага. Здесь, кстати, очень удобно, что вот просто я вот так смотрю, да, и ничего не видно, всё чистенько. Но когда мы садимся вот так вот, раз, и всё, туалетная бумага, она как бы тут под рукой, два рулона может быть. Влажные салфетки, ежедневки. Это как бы в ходу у нас. Вот. Это тоже из Леруашки, мне кажется, она отлично здесь сидит, стоит. Кран у нас... Ой, я не помню фирму. Вот. Это та же серия, что у нас, по-моему, и в ванне, да, вот такое белое с серебряным. Ну, это вот прям специально сказали для этого кранника, брала всё в одном месте. Вот такая тумба в ХДМе стоит 9100. Кран вот этот стоит, господи, 4500. 4500, по-моему. Вот. Я брала всё у других людей, там, где брали мы всё в ванну и так далее. Они делают на порядок ниже, со скидкой, и у них 5,5 стоит. Вот эта тумба с раковиной, да, когда в ХДМ она 9100, ребят, стоит. Потому что я сначала в ХДМ ездила, посмотрела, что 9100, думаю, блин, классно. Я сразу же подумала, сюда туалетная бумага классно будет. Да, здесь вот мне так нравится прям всё, и размерчик мой, все дела. Вот. А потом поехала на рынок к ребятам, у которым я всё заказывала. А у них тот же самый каталог, тот же самый производитель, и у них дешевле. Вот. Так наваривается в ХДМе. Ну, а кран он 4500. Короче, 5500 и 4500. То есть, получается, что мне в 9000, да, в 10 обошлось ещё и с таким классным краном. Вот. Всё классно, всё работает. Здесь засиликонили. Здесь мы близко не стали притулять, видите, раковину. Потому что, короче говоря, если бы мы здесь обрезали, мы думали, да, то здесь бы упиралась, открываясь, упиралась бы дверца. Короче, не стали ничего придумывать. Я говорю, оставьте вот здесь дырку. Я посмотрю, если будет заливаться прям сильно, да, то я просто, ну, как бы что-нибудь здесь придумаю, что-нибудь сделаю, да. А так вообще, я думаю, что не будет заливаться, потому что далековато находится всё это, сильно брызгаться не будем. Будем смотреть. Здесь у меня висит полотенчик, очень удобно. Вот эта штучка тоже на присоске. Не на присоске, а на клею. И мне нравится, что она такая, ну, в цвет вот этого хрома всего, да. И она реально классненькая. Их там две штуки было, они 300 с чем-то рублей стоят. Прям для влажных помещений тоже. Я ещё и в ванну повесила, ребёнку вниз, чтобы ему было удобно вытирать ручки. Вот. Ну, и сменила мусорное ведро на вот такое, закрытое. Я ещё поищу, какое будет. Может быть, что-то получше ещё найду, покрасивше, чтобы не было коричневой этой окантовочки. Вот это я брала в ленте, по-моему, ведёрко. Точно не помню. Или в ленте, или в леруа тоже. Короче, вот так вот, аккуратненько, красивенько у нас теперь всё выглядит здесь. Туалет готов, я счастлива. Наконец-таки свобода какая-то, комфорт. Вот. Вот. Теперь давайте туалет Милкин поставим. Посмотрим, как это будет тут смотреться. А, я же вам сказала, что я это открою. Сейчас. Короче, тут надо нажать. О, боже. О, нажать. Вот так. Вот. Кстати, ребята, там места много. Они ещё спрятали. Вот. Три плитки у меня осталось. Я хотела выбросить. Они говорят, мало ли что, может пригодиться. Что-то вдруг придётся там долбить. Не дай боже. И потом вот это вот искать. Или ради одной плитки покупать пачку. Тем более, разные поставки, разная плитка, короче. Вот. В общем, вот такой вот лючок. Сейчас я его закрою. Всё, закрыла лючок. И теперь ставим кошкин туалетик. Здесь он вот так будет стоять у нас. В общем, в целом, вот так всё это дело смотрится. Пишите, как вам? Ну, я очень довольна, счастлива. И прям туалет стал больше. Как будто больше. Наконец-таки мы всё лишнее повыкидывали. Всё, счастлива. Сюда только вот полка осталась. Вот с подсветочкой, да. И всё. Можно даже пока её не делать, эту полку. Пока такой необходимости острой мы не видим. Вот. Сейчас я буду заниматься ванной доделывать её. В общем, мои хорошие, пишите ваши комментарии, отзывы. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, потому что впереди много интересного. Ещё будет, конечно же, ремонта. И у меня вообще идея ещё кайфовая появилась. Я о ней говорю в каждом видео почти, как я буду делать свою прихожую, стены. Я мечтала о белом кирпиче. И, короче, есть у меня идеи. Поэтому подписывайтесь на канал, кто ещё не подписан, обязательно. Чтобы не упустить. Возможно, это для кого-то тоже покажется обалденной находкой. Ну и пишите, как вам мой обновлённый туалетик. Что по деньгам вышло? Вот за всю работу, что ребята делали, я уже отдавала за материалы где-то 5 тысяч. 5 или 4. Вот. И вот сейчас им заплатила то, что там за материалы, за работу. Короче, давайте округлим 30 тысяч. Ну, ребята, молодцы. Что-то не хватало. Они бежали на рынок, покупали. Вот. Вдвоём всё достаточно быстро сделали. А, ещё, 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 ещё. Они доделали вот. Они мне сравняли вот эти откосы, наконец-таки. Теперь мне осталось здесь, ну, не покрасить, а я кое-что буду делать со стенами вот здесь, да. И оно всё будет заходить сюда. А вот это вот по металлу хочу покрасить в светлый цвет. Поэтому, наконец-таки, нам вот эти дырки замазали. Вот. Ещё здесь они делали. А, ещё установка этого лючка, да. Всё вот это вот. Короче, 30 тысяч. Всё это дело мне обошлось. Плитка квадратный метр стоит 800 рублей. У них укладка. Всё. Жду ваши комментарии, ваши лайки и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok